Просто, что будет так. Так, следующее. Нужно ли пресекать, если ребенок в грубой форме говорит, что я наказываю тебя, папа, я тебя не люблю, я с тобой не дружу? Ну, нужно ли пресекать? Я тебя наказываю, папа, я тебя не люблю. Ну, во-первых, это просто такое выражение эмоций, которое, конечно, нам, взрослым, ну, не совсем приятно, мягко говоря, а так, по большому счету, неприятно, потому что, ну, нам неприятно слышать это от своего ребенка. Я наказываю тебя, папа. И здесь задача в том, чтобы вот когда, ну, допустим, я слышу, что мой сын говорит, я тебя наказываю, папа, чтобы я сказал. Или, там, я тебя не люблю, я с тобой не дружу. Что бы я сказал? Я бы сразу бы спросил, что это значит? Ну, вот такой простой вопрос. Вот говорит мне ребенок. Я тебя наказываю, папа. Я говорю, сын, что это значит? Что это значит, я тебя наказываю? Почему ты так говоришь? И когда он начинает объяснять мне каким-то своим языком детским, что это значит, а он захочет объяснить, ему понравится история, как вступить в диалог на эту тему, потому что он негодует, а его вместо того, чтобы ругать, к нему начинают прислушиваться. Это интересный момент, потому что когда выражается негативная эмоция, такая вот, да, я наказываю тебя, папа. Я не думаю, что ребенок говорит так. Я тебя наказываю, папа. И вы, что? О, боже, это про милицию. Нет, это он не так говорит, потому именно его и спрашиваете. Поэтому, когда он так делает, он негативную эмоцию свою, да, он негодует. И вы его, как бы, приглашаете к интеллектуальному, так сказать, разбору этого, этой конкретной ситуации. То есть, не то, что в ответ, как ты смеешь на отца тебе за это по голове. А папа же может, сила есть. А вы приглашаете, он начинает, ну, потому что ты, и что-то там, ну, и начинает, да. И вы тогда говорите, я тебя, конечно, конечно, ты прав. Поэтому, когда ты видишь, что такое происходит, ты не можешь меня наказать. А ты говори так, папа, мне не нравится, что там ты там то-то, а я там то-то. То есть, приглашать его просто к другим оборотам. Потому что, когда он говорит, я наказываю тебя, папа, он просто не может другими словами сказать, ну, например, такую мысль. Папа, сейчас мне было очень неприятно то, каким тоном ты меня шестнадцатый раз позвал к столу. Поэтому, чтобы не слышать от тебя больше, вот это вот, а ну иди кушать, я сказал, сколько можно повторять. Я тебе хочу дать определенное наказание, после которого ты сделаешь выводы, что, скорее всего, я со своим сыном так поступать больше не буду. Мне неприятны наказания сына. Вот так он, конечно, не думает. Он просто выплескивает эту фразу, я накажу тебя, потому что слышит ее по отношению к себе. И она у него как бы на вооружении просто стоит, вот эта фраза. И он ей хочет сказать просто, что он негодует, что он не... Если мы будем просто воспринимать слова ребенка в возрасте, там, например, четырех-пяти лет за чистую монету, то нам с вами станет резко очень трудно жить. Потому что дети могут что-то ляпнуть неприятное. Вот. Но это не то значит. Тут надо просто немножко в корень смотреть. Вот если, например, вам подруга вашего возраста говорит, я наказываю тебя, это уже совсем другая история. Она может иметь совсем другие какие-то, да. А ребенок, он просто негодует. Я тебя не люблю, я с тобой не дружу. Это все о том же. Он просто не может выразить совершенно конкретную претензию. Он не может просто выйти на диалог. Вот из-за этого он так делает. Вот и все. Ну и, конечно, я тебя наказываю, папа, если он говорит, например, или я тебя не люблю, я с тобой не дружу. Тут можно единственное что, так просто проверить. А вы по отношению к нему, вы или папа по отношению к нему, что-то подобное когда-то говорили? Если да, то вы ему этот инструмент и подарили. Возможно, садик. Это сделал. А садик способен детей и мату обучить. Прекрасно, легко, очень приличная семья. И вдруг где-то в гостях ребенок как зарядит крепкое словцо. А родители начинают судорожно оправдываться. Нет, 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 что вы не подумайте. Это не мы так дома разговариваем. Это не у нас такое. Это мы нашли где-то, где не знаем. Но если в садик, ходите в садики. Не в садик, не ходите во дворе. Да не в садики. Не в садики.